Добрый день, здравствуйте. Меня зовут Сергей Цыпляев, я гид и координатор проекта «Тула. Легенда и факты». Это экскурсионный проект. И мы сейчас с вами находимся в музее международного пряника в Тульском Кремле, в торговых рядах. И хотя Тула в первую очередь ассоциируется с пряниками, но сегодня мы с вами будем говорить о Тульском Кремле. Первое упоминание о Туле – это 1146 год. Второе – 1381 или 1982 год. Но все дело в том, что речь идет не о том самом месте, где мы сейчас с вами находимся. Тульский Кремль возник в 16 веке, точнее в начале 16 века. Если с датой завершения строительства Тульского Кремля вопросов нет, все знают, что это было в 1520 году. И в прошлом году мы отметили 500-летие Тульского Кремля. И вот с датой начала строительства по сей день нет точного вопроса. Более 10 летописных источников сообщают нам три разных даты. 1507, 1509, 1514. Выбирайте, какая вам подойдет ближе. Ну а историки, я думаю, со временем ответят и на этот вопрос. Так вот, почему же Тула возникла абсолютно в новом месте? Зачем было переносить устроенную жизнь на низкий болотистый берег реки Упы? Все дело, как всегда, в политике и экономике. Потому что к началу 16 века Золотая Орда, как государство, перестала существовать. Ее наследник, большая Орда, окончательно развалилась. И на южных рубежах русского государства появился очень серьезный противник – Крымское ханство. Вот с этим Крымским ханством наши отношения, российские отношения будут выстраиваться очень долго и по-разному. Но начались они с военных действий. И вот, чтобы защитить южные районы России, правительство Василия Третьего, кстати, отца Ивана Грозного, принимает решение строительства именно в этой точке, где мы с вами находимся, мощной каменной крепости. Насколько мощной? 6,5 гектар, длина стен – одна русская верста, 1,66 км, 9 башен. О их назначениях мы еще поговорим. И, конечно, мощное прясло, то, что мы сегодня называем стеной. Почему же все-таки болотистая низина? Ну, действительно, вот когда мы идем гуляем по городу и подходим к стенам Кремля, у нас ощущение, что он какой-то игрушечный и как бы погруженный в землю. Действительно, культурный слой, который вокруг Кремля, достаточно мощный, а на некоторых участках больше 10 метров. Но есть такая наука замечательная – археология. И вот археология нам говорит, что когда выбирали место для строительства, учли один маленький момент, который мы сегодня видеть не можем. Это песчаная возвышенность в пойме вот этой самой реки Упы. Фактически, Кремль и его стены более чем на 6 метров возвышались над окружающей долиной. А эта долина была весьма изрядно изрезана оврагами, мелкими речками и болотами. Кстати, некоторые болота дожили до наших дней недалеко от стен Кремля. Дождя находится для Тулы известное Попово болото. А следы некоторых болот остались у нас в фольклоре, как, например, вечная лужа западной части посады. Лужи сейчас уже нет, но во время дождя вода в этом районе города Тулы очень долго не уходит в ливневую канализацию. Итак, 1520 год. Можно сказать, что Кремль был сдан в эксплуатацию. И действительно, когда мы гуляем вдоль стен Кремля, мы замечаем еще одну особенность нашей крепости. Ну, во-первых, ровная прямоугольная форма. Действительно, место не заселенное на 16 век. Поэтому не надо повторять контр какого-то поселения. Это гораздо упрощает строительство и действительно превращает крепость в мощный оборонительный рубеж. К тому же Тула стала замком целой линии обороны, которая сформируется чуть позже. Получила она название Большая Государева Заповедь, или, как мы сегодня называем, засечная черта. Она представляла собой не только леса с засеченными деревьями, но и систему каменных, деревянных крепостей, валов, земляных острогов и даже дорог, в которых разбрасывался чеснок. Но не тот чеснок, который на огороде растет, не от вампиров мы спасались, а чеснок — это металлический шип. Его как ни бросишь, он острием смотрит вверх, и, соответственно, конец и противник создает дополнительные неудобства. Еще одной особенностью Тульского Кремля является то, что строился он сразу из двух материалов — белый камень и кирпич. Белый камень возили издалека. Крупнейшие каменоломни той эпохи — это не очень близко от Тула. Это село Мячиково, чтобы стало понятно, это современный район Домодедово, где мы где Домодедово почти 200 верст. Поэтому, конечно же, были использованы и местные сырье. Это глина. Недалеко отсюда есть торговый центр. На месте его были проведены охранные археологические раскопки, и там как раз были обнаружены гончарные слобды. Вот там как раз делали кирпич, но непростой. Назывался он полупудовый или же двуручный. Полпуда — это 8 килограмм. Вот из такого кирпича и сложены стены нашего Кремля. Итак, 9 башен, или правильно говорить, стрельни. 8 из них объясняются достаточно легко, потому что 4 угла, 4 глухих башни, 4 въезда — север, юг, запад, восток, а 9 расположена на северной стены. Имела она целых две функции. Ну, во-первых, там хранился главный пороховой запас города, башня называлась «Напогребу», ну, а во-вторых, рядом с ней есть маленькая железная дверь к стене. Это пятый скрытый выход из Кремля, прикрывающий, скажем так, направление северное, самое безопасное. Так вот, если разобрать башню, или стрельню, как правильно говорить, мы очень хорошо видим, что они выдвинуты очень далеко за линию стены. Это не случайно, это не ошибка. Тульский Кремль, как и все крепости того периода, да еще построены итальянцами, и хотя у нас нет точных данных, что Тульский Кремль строили итальянцы, но смотрите, в 1514-13 году закончилась строительство Нижегородского Кремля, а его точно строили итальянцы. А в 1535 году Глинская мать Ивана Грозного строит китайскую каменную стену, китай-городскую. Вот между ними как раз по датам очень хорошо вклинивается Тульский Кремль, поэтому можно с уверенностью предположить, что наш Кремль строили итальянцы. Блага, у нас есть ласточкин хвост, это навершие, завершение стен Кремля, которые очень характерны для итальянской архитектуры, и нижняя часть, подвальная, можно сказать, часть башни Тульского Кремля назывались каморами. Тоже, кстати, слово итальянское.